Итак, приступаем к моделингу семейства светильников. Во-первых, мы с вами создадим форму нашего светильника. И здесь принцип работы тот же самый, что и у любого создания семейства. Поэтому, если вы знакомы с принципами и создавали семейство, то отлично. Если же вы моделите семейство в первый раз, то предлагаю вам зайти в нашу группу или на канал YouTube и пройти видеоурок знакомства с параметрическими семействами. Здесь для вас есть 10 уроков, в которых очень подробно рассказывается, каким же образом и по каким принципам можно моделировать параметрическое семейство. Если вы знаете данные темы, то все замечательно. Поэтому сразу начинаем. Во-первых, на основе какого же шаблона удобно моделировать семейство осветительного оборудования. Если мы проанализируем нашу модель, то мы осветительное оборудование с вами можем накладывать либо на потолок, либо на перекрытие, как в нашем случае идет, либо еще на какую-нибудь грань. Может быть, это будет подвесной светильник на балке. Поэтому вообще самый удобный способ – это создание осветительного оборудования на основе грани. Я нажимаю на кнопку «Файл», «Создать семейство». Мне очень нравится данный вид. Вид можно будет взять список. Вот он. Метрическая система, типовая модель на основе грани. Вот она у нас идет. И если я нажму «Открыть», то у меня появляется вот такая плоскость. Можно будет, кстати, на нее в 3D-виде посмотреть. То есть данная плоскость, на которую я могу посмотреть сверху, является плоскостью размещения. Если я опять перейду на 3D-вид и буду смотреть с плана потолка и размещать осветительное оборудование, то вот это и будет моя плоскость. Поэтому светильник мы будем моделировать, можно так сказать, снизу вверх, перевертышем. Первым делом можно будет выбрать нужную мне категорию и приступить к моделированию. Нажимая на кнопку «Категории и параметры семейства», все осветительные оборудования можно будет моделировать под категорией «Осветительные приборы». Нажимаю «Ок» и все готово. А теперь можно будет выбрать, что же именно за светильничек мы с вами моделируем. Я специально подготовил на сайте одну из картинок. То есть это обычный подвесной светильник, плафончик. Можете выбрать сами, какой вам действительно нравится. Можно будет выбрать самый простой полукруглый и начать. Во-первых, создадим подвес. Перейду на фасад, слева можно будет перейти, и мы видим ту же самую плоскость и плоскость, по которой у нас будет идти наш подвес. Для этого предлагаю сначала построить опорную плоскость и дать размер. Дадим ему параметр «Высота подвеса». Выбрали размерчик. Нажимаем на кнопку «Создать параметр» и вводим «Высота подвеса». Нажимаем «Ок». Проверяем, как работает наш параметр. На всякий случай, да? Отлично, все работает. И теперь к данному каркасу мы должны с вами создать форму, которая будет параметризироваться. В данном случае предлагаю применить инструмент «Вращение». Выбираем данный инструмент. И для начала нарисуем линию оси. Способ выбора линий с блокировкой. Мы его помним. И выбираем опорную плоскость, которая у меня сразу будет блокироваться, потому что мы выбрали данные параметры. После этого я выберу инструмент «Линия границы» и нарисую основу вместе с каким-то условным проводом. Выбираем «Линия границы» и погнали. Здесь действительно можно будет запараметризировать и радиус основы, и ее толщину. Так что пока что нарисуем самую простую форму. Она у нас будет замкнутая. Мы с вами прекрасно помним, что линия эскиза, линия границы, да, может пересекать линию оси. Поэтому мы не боимся данного момента и рисуем линию границы поверх. После того, как я нарисовал всю форму, мне необходимо привязать некоторые из линий эскиза к моим параметризируемым опорным плоскостям. Поэтому я выбираю инструмент «Выровнять», выбираю сначала опорную плоскость, а потом линию моего эскиза, после чего нажимаю на замочек. То есть мне необходимо, чтобы данная линия всегда шла вместе с параметром «Высота подвеса». Что я могу сделать еще? Ну, можно, конечно, и запараметризировать провод и все остальное, но, думаю, этого не нужно. Достаточно указать какую-нибудь минимальную толщину, ну, допустим, 5 мм, это будет радиус моего провода. Но, к примеру, в данном случае можно будет сделать и параметр радиуса моей основы. Почему бы и нет? То есть для этого я поставлю размерчик на основу и превращу этот размер в параметр «Росновы» и нажимаю «Ок». Можно будет проверить, как работает данный параметр. 50. Отлично, все работает. Нажимаем на галочку. И после чего проверим, как работает высота подвеса. Ну, видимо, все замечательно. То есть вот у нас появилась такая достаточно неплохая основа. Ну и к этой основе нам достаточно будет сделать любой из светильничков. Кстати, если вы все-таки хотите повторить там какую-то красивую, интересную форму, то, конечно же, можно пользоваться и вставкой картинок, чтобы обрисовать форму нашего светильника по этой картинке. Ну, я выберу кнопку «Принтскрин» из Яндекс.Диска. Считаю, что достаточно удобный способ создания этой формы. Сохраню файл. Сохранить и выйти. Нажму на Revit. Вид слева. И я сюда добавлю данную картинку. Так. Перенесем картинку прямо на нашу плоскость. И можно будет прямо по ней отрисовать то, что нам необходимо. Ну, во-первых, если вы рисуете по картинке, можно будет эту картинку отмасштабировать так, как мне необходимо. Допустим, я знаю, что диаметр этого плафона равен там 30 сантиметрам. Что я сейчас сделаю? Я зайду в аннотации, создам символическую линию. 300 миллиметров нарисую. Вот она у меня, символическая линия 300 миллиметров. После того, как я ее создал, можно будет отмасштабировать мою картинку и уже закрепить ее к нашей основе. Я выбрал картинку, нажимаю на кнопку масштаб. И посмотрите, то есть мне нужно где-то примерно, все-таки, да, нажать на один край моей люстры на картинке и на другой край. То есть нажали два раза левой кнопкой мыши и сводим эти два края до 300 миллиметров, которые мы изначально с вами нарисовали. Нажимаем левой кнопкой мыши и вот таким прекрасным способом можно отмасштабировать картинку. Студентам подсказка, да, что можно и с планировкой делать то же самое. Итак, форма у меня готова. Можно будет попробовать ее нарисовать. Перед этим развернем картинку на 180 градусов. Она у нас примерно пойдет вот таким образом. Ну и пикселя же здесь идут, но я думаю, ничего страшного, мы с вами сможем достаточно хорошо это все сделать. Нажимаю на кнопку создания и еще раз использую инструмент вращения. Вращение. Первую линию я все-таки нарисую именно по опорной плоскости, потому что мы ее также будем с вами ставить на замочек. Ну и дальше можно будет уже обрисовать элемент так, как мне необходимо. Так, я сейчас нарисовал самые обычные прямые линии. Здесь можно будет также протянуть такую же прямую линию. И вот какая-то основная форма у меня сейчас готова. Кстати, можно будет прямо по этой форме сделать изогнутую линию. Так. Можно будет сделать и таким образом. То есть, какая форма именно у вас идет, уже полностью зависит именно от вас. То есть, по картинке мы с вами обрисовали основную форму. Если же у вас чаша полая, да, то есть у нее здесь есть отверстие, то вам необходимо просто нарисовать ее толщину. Как это сделать? Очень быстро. Я выбираю инструмент смещения. Копирую со смещением на 5 мм. Навожу курсор мыши. И после этого нажимаю на Tab. Если уже у вас появляется сложность с тем, чтобы при нажатии на Tab сделать общее смещение, то нажмите колесиком мыши прямо по линии. И тогда у вас все получится. Нажимаем левой кнопкой мыши. И таким образом готова сама форма, которую нам всего-навсего необходимо завершить. Допустим, вот таким вот образом. Мы с вами прекрасно помним, что единственное правило создания формы является идеально закрытый профиль. Поэтому, пожалуйста, проверьте на пересечении все ваши элементы, чтобы все хорошо работало. И, пожалуйста, не забудьте поставить линию оси. Выбираем данный инструмент, нажимаем выбор линий с блокировкой, как мы уже привыкли. И выберем опорную линию. После чего я нажимаю на галочку. Так. Можно будет удалить нашу подложку. И посмотреть, что же у нас получилось на самой форме. Так. Ну, думаю, получилось отнюдь неплохо. Вспомним, что мы забыли кое-что добавить в создание нашей формы. Конечно же, это не страшно. Я могу выбрать саму форму, редактировать элемент вращения. То есть мы опять заходим в данный эскиз. И мы с вами забыли привязать одну из линий эскиза к опорной плоскости. Я выбираю инструмент выровнять. Раз, два, три. И таким образом, да, линия у нас добавлена. После чего нажимаю галочку. Ну что, проверим, как работает высота подвеса. 750. Ну и достаточно неплохой результат. Итак, как мы с вами уже поняли, ничего сложного в создании самой формы осветительного оборудования нет. Но мы не зря с вами создавали уроки, потому что есть некоторые особенности. Во-первых, особенности добавления освещения. И во-вторых, особенности условного обозначения, которые мы с вами пройдем в следующем уроке. Продолжение следует...